Приветствую вас. Вы знаете, я поддержу, пожалуй, своего коллегу Кудрючева Игоря Леонидовича, и скажу, что вы, и только вы, в данном случае, в контексте своей жизни, ответственны за себя и за то, что с вами в этой жизни происходит. И, соответственно, соответственно, если вы допустили как-то с вашим мужчиной то, что вы ссоритесь, спите и не используете средства защиты, например, если вы как-то допустили это, то есть это проявление безответственности, то я полагаю, что и со следующим мужчиной вы тоже самое будете делать, точно так же себя будете вести. Понимаете, совершенно не просто так вы поддались на уговоры мужа о ребёнке. Вот, совершенно не просто так. То есть, понимаете, вас не насторожило, что он просит ребёнка, вас не насторожило то, что у него во время беременности начали проявляться нотки тирана. Вас не насторожило то, что между вами начались скандалы. Вас не настораживает то, что в отношениях вы во всем обвиняете. По сути, его. То есть, такое впечатление, что вы вообще не участвуете в ссорах. Как будто бы. Но ведь если бы не вы, то и ссор не было. Один-то человек ссору устроить не может, о чём, собственно, и говорит вам мой коллега Кудрячёв Игорь Леонидович. Поэтому тут в первую очередь, преди, чем принимать решение, нужно определить хотя бы, почему произошло то, что произошло с вами. Дальше. Дальше. Статка следующая. Поскольку беременности, это то, что протекает во времени довольно быстро, да, ну, в том смысле, что есть, так сказать, определенный период, в пределах которого вы можете сделать аборт, да, то мне думается, что история такая, история такая, такая, что время вам ни в коем случае тянуть нельзя. И если вы сомневаетесь в том, что мужчина изменится, если вы сомневаетесь в том, что вы одна потянете двух детей, вот, то, конечно же, нужно делать аборт. С обязательным условием психотерапевтической работы над собой, с обязательным условием, что со своим мужчиной вы расходите, с обязательным условием, что вы начинаете активно менять себя, активно работать над своими проблемами и так далее. Вот. Если вы не уверены в том, что вы будете это делать, если вы не уверены в том, что сейчас, на данный момент вы готовы этим заниматься, если вы не уверены в том, что вы будете это делать, что в таком случае аборт вам делать бессмысленно, не имеет абсолютно никакого смысла, и вам нужно возвращаться к своему мужчине только тогда смысл, смысл вашего вопроса, да, он для меня остается в таком случае загадкой. Представляете, вот вы, по факту, вы как вот со своим мужчиной, да, вы выступали, по сути, в роли жертвы. Вот. Вы также теперь выступаете в роли жертвы, но уже по отношению к нам предлагаю решить за вас этот важный вопрос. А я предлагаю вам, я предлагаю вам сделать следующее. Прежде чем ответить себе на вопрос, какое решение вы примете, да, задайте себе следующий вопрос. Вот вы говорите, этот, разошлись, да, когда ребенку полагают, он поднял на меня руку, понятно, да, насилие, все разошлись. Приезжал, навещал ребенка, то есть в какой-то момент ребенок ему стал нужен, да, получается, это вы никак не отмечаете, никак не описываете. Вот. На какой-то момент наши отношения наладились, у нас был как бы гостевой брак. То есть, опять же, не совсем понятно, что значит у вас отношения наладились, то есть как это вообще? Ну, как это отношения наладились? То есть, вы пришли к определенному решению, вы пришли к определенной позиции, вы пришли к определенным взглядам или что? Было ли принято вами какое-то решение, что вы говорите, что наши отношения наладились? Если никаких решений принято не было, то это не наладились отношения. Это просто люди вступили в максимально удобную для себя позицию. Вот и все. Но это не наладились отношения, это иллюзия. Понимаете? Какая история. Поэтому здесь вам нужно для себя признать, что я понимаю под налаживанием отношений. Это а, б, почему я согласилась на гостевой брак. То есть, по сути, опять же, проявила пассивность, да, опять же, проявила, по сути, просто такое вот, ну, пассивное согласие, да? Это первый аспект. Значит, и второй аспект. Значит, периодически ссорились и не общались. Почему я ссорилась? Из-за чего я ссорилась? Какие мотивы ссориться были у меня? Да. Какие цели я преследовал в ссоре? Почему я не общалась? Дальше. Поскольку, ну, ссор было несколько, да, то есть, ну, как минимум, ссор была не одна, не одна была ссора, вот, то вы же как-то мирились, да, получается? Что происходило при примирениях? Как я мирилась? А, делались ли какие-то выводы мною и мужем, ну, вот, в контексте этих примирений или нет? Понимаете, какая история? То есть, у вас-то момент какой? Что вы не просто, ба, вы не просто мирились, вы не просто мирились. Вы спали? Вы спали? Вы спали вместе? Судя по всему, что это не просто примирение, это данный секс. И судя по тому, что вы пишете, вы меня, конечно, извините за такие слова, но я могу быть не прав, но судя по тому, что вы пишете, секс вам более мил, если вы поссоры. Знаете, после такой хорошей драки. Вот. То есть, я, конечно, не знаю, я, конечно, не знаю, но если не в этом ваша основная цель, если не в этом ваша основная цель, то данный день ответил себе на вопрос. Так вот, я мирилась с ним, вот, что происходило, из-за чего я ссорилась, были ли решены, вот, те, значит, проблемы, которые, были ли решены, те проблемы, которые вызвали ссор, ссор, вот, понимаете? И так далее. А если нет, да, если нет, какой тогда смысл? Потому что вы мирились. Ответьте себе на эти вопросы. Секс, опять же, как у вас происходило. То есть, как я относился к сексу? Как я отношился к сексу? Как я его воспринимал? То есть, вы пишете, значит, вот мы сказали, а тут я обнаружил, что вы беременны. Ну, так, ну, что значит обнаружить? Ну, понимаете, ну, это не взрослая позиция. Если вы не доверяете человеку, вы можете с ним спать, но вы принимаете меры безопасности. Если вы меры безопасности не принимаете, получается беременность. Ну, так вот, вы себе ответьте на вопросы. Как это все случилось? И только после ответов на эти вопросы, да, вы сможете решить на себя, что вам делать дальше. Потому что если вы, если вы не делаете выводы для себя, отвечая на эти вопросы, делать оборот вам не имеет смысла. Как не имеет смысла вам уходить от этого мужчины. Вы просто не выживете сексу. Вы просто пропадете. Понимаете? Вот. А так, ну, ну, да, ну, ну, сделайте аборт, да, чтобы потом обвинять, чтобы потом обвинять мужа в том, что из-за тебя вот я убила ребенка, там, и так далее, и так далее. Хотя ни о каком убийстве речь не идет. Вот. Понимаете? Ну, так, примерно. Такая вот история. Так мне видится ответ на ваш вопрос. Вот. Так-то, в принципе, все очевидно, да, так, в принципе, все очевидно, да, все, вот вы пишите, значит, я с ней, а, так, я узнаю о беременности, сказал ему, зачем вы сказали ему, для чего. Как, когда вы узнали о беременности, как вы ее восприняли? Когда он воспринял это, как шаг к примирению, что вы ему сказали? Когда он вам сказал, что он рад, что вы ему сказали? Я, вы пиздец, я в дальнейшем и будущем не вижу. Вы ему об этом говорили. Не хочу жить по страшных скандалах, а в скандалах, а тем более рукоприкладство. Вы ему об этом говорили. Как он тогда, если вы ему об этом говорили, воспринял это, как шаг к примирению? И рад. Я знаю, что он не изменится никогда. Он не изменится никогда, если не изменится вы. Понимаете? Я не знаю, что мне делать. Что делать, чтобы что? Что по итогу хочется получить? Что по итогу хочется? От этого, от этого исходить. Потому что вы не знаете, что вам делать в вашей жизни, мы тоже не знаем. Мы можем помочь разобраться вам в себе, но мы не примем решение за вас. Вот. Делать обоих страшно. А почему страшно? Идти на это и обрекать себя на жизнь одной из двумя детьми тоже страшно. Тут что страшного? То есть увидеть всё нужно. По какой причине страшен обоих? Может быть страшно из-за того, что у вас не будет средств существования? Ну так, а подумайте, можете ли вы их достать? Подайте в суд на мужа. Пусть алименты выплачивают на обоих детей, например. Вот. Смотрите, есть ли у вас родственники, поговорите с ними, как, чего, готовы ли они там помогать и прочее, 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 прочее. Себя спросите, готовы ли вы к ребенку, к старому. Вот. Понимаете, это случайный ребенок. Это не желанный ребенок. Вот. Если вы не выработаете свое отношение к этому, смысла в аборте нет никакого. Абсолютно. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Я думаю, что оптимально для вас было бы поработать над личной ответственностью сперва. То есть, отграничить. Вот. За что ответственно я, да, за что ответственно другой человек. Максимально. Вот. Ага. Понимаете, какая история. А дальше уже что-то, что-то делать. Понимаете? Вот. Мой ответ. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Ага. Ага. Удачи.